Поскольку мы изучаем дифференциальное уравнение, мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили дифференциальные операторы. А какой у нас есть главный дифференциальный оператор? Где? Инфинитизимальный дифференциальный. Значит, во-первых, слово инфинитизимальный, забудьте, нет такого слова. Вот. Как называется? Наоборот. Наоборот. Почему так называется? Музыкальный инструмент. Потому что похож на музыкальный инструмент. Кто придумал? Гусли можно было. Оператор гусли. На самом деле этот оператор является чем? Ковариантной производности. Значит, поскольку мы работаем с многомерными вещами, то самое простое. Вспомним. Вспомним, что у нас есть. Что у нас, когда мы рассмотрим гертовое пространство, мы первым делом выделяем касательное и покасательное расслоение. В касательном расслоении у нас вектора, или контравариантные вектора, значит, индекс свит-горкут. В ко-касательном расслоении, соответственно, ко-касательные вектора, ко-вариантные вектора. Значит, это контра. Еще раз, контра. Контру вешают на дереве, поэтому индекс сверху. Это контра. Это контра. Чтобы проще запомнить, контравариантные – это столбец. Ковариантные – это строка. В принципе, мы работаем в основном в трехмерном мире, а именно наша работа заключается вот в таком пространстве. Понятно, да? Трехмерное пространство и время. То есть это не четырехмерное пространство и время, а трехмерное и время. Время можно как параметр, как что-то другое рассмотреть. Соответственно, мы в нашем случае НАБУ будем рассматривать как действующую именно в ГАР-3. А тут мы оставляем производную. Итак, производная обозначается следующим образом. Как вы помните, у нас может быть в пространстве метрика какая-то нетривиальная. соответственно, НАБУ может расписываться очень сложно. Но поскольку мы считаем, что мы пока работаем в ГАР-3, в тайне буква Е как переводится? Ну, почему ты не спросишь? А что такое буква Е? Почему Е? Потому что не вклид. Это вклидово пространство. Оно, значит, орто-нормированное, да? С правой тройкой вектором. Правило Буравчика, да? Профессор Буравчик, его правило. Соответственно, у нас обычно обозначаются координаты икс или икз, а время обозначается как Д. и в нашем вклидовом пространстве векторный оператор НАБУЛА будет переходить в следующий икз. Д, икз. И плюс Д, икз. Ж плюс Д, икз. Это у нас орды и ЖК. Но их еще можно обозначить как Е1, Е2, Е3. Можно обозначить как нормальные люди обозначают как дельта и подчеркнутая. Вот таким образом. Понятный смысл. То есть у нас вектор, который состоит из операторов. Соответственно, у нас есть три чудесных оператора, которые получаются, когда мы расписываем цепочку когомологий Дорама. Как они называются? Градиент, дивергенция опера. Зачем я вам это говорю? Градиент. Поскольку, ну, я в Градиенте ничего не упоминаю, он уже старый человек, он все это знает. Это преподают. Что? Это преподают студентам. Это преподают студентам. Он преподают студентам. Правда, он на всем на примитивном уровне. Ты им когомологию Дорама рассказываешь? Нет. Нет? Дай Бог успеть про Дорама рассказывать. Значит, дело в том, что при моделировании у нас есть три компонента. Да? Модель, алгоритмы и комплексы программ. Модель не входит в область того, чем занимается моделирование. То есть, вы не можете придумывать новую модель. Модели придумывают модельеры, как их назвал товарищ Самарский. Ну, а по-русски это физики. Придумывают модели. А по моделированию с ними только работают модели. Но, когда идет защита диссертации, то первые слайды о чем рассказывают? О модели. А когда мы рассказываем о модели, нам нужно умные слова сказать и умные обозначения сделать. Так вот, физики любят использовать градиент, дивергенцию, ротор. Потому что, если они будут использовать кавалярные производные, будет еще более непонятно. Так вот, что такое дивергенция, градиент, троп? Это очень просто. У нас есть скаляр. Или, как нужно говорить, если вы хотите произвести впечатление на аудиторию, он говорит, скаляр. Вектор и вектор. С вектором мы можем сделать две операции. Это скалерное умножение и векторное умножение. Или оно еще обозначается, как точечка и как косой крест. Косой крест у какого святого? Кого распяли на косом кресте? Андрея. А где? В Молдавии. Как бесорами. Наверное, в районе Одессы, я думаю. В Одессу вышел и вах. Это примерно. Раз, раз, кали под Одессой. Вверх ногами. Значит, соответственно, ротор – это векторное умножение на набу, скалярное умножение и градиент – это просто от скаляра. Соответственно, давайте просто полностью распишем. Градиент ФИ. Это у нас, опять же, все идет, если мы плоское пространство используем. У нас метрика 1,1,1. Очень удобно, очень хорошо. Итак, dx по φ плюс dy φ плюс dz φ. Другая форма записи. Форма записи, которую придумали математики для уравнений матфизики. Мы производную пишем как индекс. φx плюс φy плюс φz. Интересно. И как пишут физики. φ ,x плюс φ ,y плюс φ ,z. Это точно плюс? Они тростят. Градиент ЗВП и искаляр. Здесь коляр играли. Здесь коляр. Вот так. Да, да, да. Ну, так. так тебе больше нравится вообще на самом деле индексы должны схлопываться просто то есть у нас если вначале не было был индекс внизу то он индекс и останется то есть если был вектор слева то вектор и справа просто да если мы расписываем на 2 у нас и должен получиться некий вектор и так дальше дивергенция это вы сразу же в уме посчитали как выглядит дивергенция это у нас сверточка правило айнштейна правило айнштейна что нам говорят если индекс есть снизу и сверху по ним идет сложение то есть это эквивалентно сумма по и соответственно было что у нас как видим строка столбец строку на столбец схлопываем что получается скалер ну вот это у нас то есть получается у нас фи первая по х плюс фи второе по у плюс фи третья по z вот такое есть ну и вот это произведение какое на самом деле векторного произведения как вы знаете не бывает это некий обман иммигрант мельсенович прямо скажет что такое векторное произведение это просто звездочка ходжи да это два форма и звездочка ходжи мы схлопываем на одну форму соответственно у нас как результат на самом деле не некая форма то есть как симметричный тензор но у него 6 корова у него три компонента до соответственно можно с помощью звездочки ходжа перевести его коэффициентный тензор коэффициентный тензор да вертол да ну а как эта звездочка ходжи у нас будет действовать она будет у нас действовать вот таким образом разом и ЖК. На самом деле это у нас альтернирующий тензор. Есть символ леви-черветы, который является тензорной плотностью, а есть леви-черветы, который является тензором. В данном случае у нас должен быть тензор, а не тензорная плотность. Но если будет тензорная плотность, то у нас справа тензор, слева тензор на тензорную плотность, получается тензорная плотность. Нехорошо, поэтому должен быть тензор. Согласны вы? А как вы детям это даете? Это Е2-Е2, вот самый конец. Нет, это Е2-Е4. Ну и мы легко докажем, что дивергенция ротора чему равна и ротор градиента чему равен. Дети у вас заказывают, доски выходят и думают. Ничего они не выходят. Устарелые у вас в тензор. Итак, ротор затрещен. Дивергенция ротора. Чему это равно? Нулю. Почему? Потому что, да, у нас набло тут и набло тут. Это получается смешанное произведение, да? А поскольку два коллинеарных вектора смешанного произведения, то равно нулю. Ну и ротор градиента. Градиент ротор. Это у нас векторное произведение. Опять два коллинеарных вектора. Вектором произведения равно нулю. Значит, запоминать это не нужно. Просто не нужно бояться роторов и градиентов, поскольку в физических задачах очень любят их писать. Любили, наверное, раньше писать. Я-то их вообще не пишу. А раньше любили писать. А потому что их любил писать хэвисайд. Ну и давайте вспомним, что такое краевая задача. У нас есть какие задачи? Начальные и краевые, да? На самом деле и начальные и краевые задачи это одно и то же. Только когда у нас она сформулирована на время, мы говорим, что это начальная задача. А когда она сформулирована на пространственные координаты, мы говорим, это краевая задача. Соответственно, краевую задачу очень часто подразделяют на внутреннюю и внешнюю. то есть внутри какой-то области и снаружи какой-то области. И, соответственно, у нас есть, поскольку мы изучаем в основном уравнения второго порядка дифференциальные, то у нас есть сколько краевых задач на второй порядок. На самом деле три краевых задачи. Ну и начальных тоже три, как хотите называть. То есть если у нас есть уравнение просто, скажем, эллиптическое, где только пространственные координаты, мы говорим, у нас краевая задача. Если у нас уравнение есть обыкновенное дифференциальное уравнение, то мы, даже если оно не от времени, а от какого-то натурального параметра, просто от параметра, да, что бы он ни означало, мы говорим, у нас есть начальная задача. Ну что такое начальная задача? Это та же самая краевая, только у нас граница, скажем, по нулю идет и по бесконечности где-нибудь. И если у нас есть и время и пространственные координаты, то мы с умным видом говорим, что у нас есть начальная краевая задача. Эти слова производят неизгладимое впечатление на слушателей. Кроме того, обязательно запомните, как называются эти задачи. Потому что, когда вы какую-то умную фамилию приделываете своим словам, то это тоже очень слушателей так вдохновляет. Особенно спросить, а какая у вас краевая задача? Дерехле или Неймана? Все, вышибаем человека, да? Он все, просто им в ступор падает. То есть, вот эти умные слова. Значит, Дерехле, ну это просто задача на саму функцию. Значит, у нас с помощью Дер Касова обозначается граница. Обычно это мы помним, да? То есть, если у нас есть область Омега. Значит, вот применение греческих и латинских букв – это еще половина успеха. Основной шаг успеха – это применение еще и готических букв. Но это может быть воспринято слушателями как дерзость, как издевательство, да. И вы должны иметь определенный авторитет, чтобы издеваться над слушателями таким образом. Но, значит, вот Касая Д – это у нас граница области Омега. Итак, на границе у нас какая-то функция задуманная. Ломай, ломай дверь. Значит, эти вот такого типа краевые условия называются главными краевыми условиями. Почему они главными называются? Ну, потому что они так называются в методе конечных элементов. Итак, деревья – простая задача. Ну и физическая интерпретация. Вам всегда нужно знать физическую интерпретацию. Итак, вы в самом начале рассказываете физическую модель. Слушайте, должны быть поверить, что вы хотя бы понимаете то, о чем рассказываете. Это займет один, максимум два слайда, но вы должны рассказать с видом, как будто вы действительно понимаете, о чем говорите. Понятно, да? Итак, раз у нас на границе искомая функция, то, в зависимости от того, какая задача, такая искомая функция. Значит, теплопроводность, значит, температуру мы ищем, да? Вот, значит, задаем температуру на границе. А уравнение стокса, гидродинамика у нас, да, это скорость, задаем жидкости на границе, да? А магнитное поле, электрическое поле, если у нас статические задачи, ну, любые задачи по-массову, да? А если у нас стахастика, то это у нас задается плотность вероятности на границе. Согласен? Даже по-иностранным пишется одинаково. И вот этим можно опять издеваться над слушателями. Они думают, что вы рассказываете про Яноша фон Неймана, а потом оказывается, что это Карл Нейман. То есть совершенно даже никакого отношения друг к другу не имеющие, но вот это другой Нейман. не тот, который у нас занимался компьютером, который архитектура фон Неймана, да? Компьютерная архитектура. Вы уже преподаете архитектуру компьютерную, да? Фон Неймовская архитектура, это другой фон Нейм, это другой Нейман, даже не в том. Значит, ну опять внутреннее, внешнее. Значит, вам обязательно нужно вот эти вот обозначения вводить. То есть вам нужно, когда вы модель даете, вот рассказали, потом численно описать, надувать щеки. Нужно говорить, что вот таким условием удовлетворяет и так далее. Что у нас С2 означает? Понятно, да? С1 что означает? Тоже понятно? Ну у нас уравнение второго порядка. Значит, оно у нас должно быть раз второго порядка дважды дифференцируемое. С2. Ну и на границе один раз дифференцируемое. Сверху шляпка это граница. Ну и вот задача Неймана, это задача на производную. Производная берется обычно по нормали границы. Нормаль строится на границе, направленную наружу. Не всегда нормаль. У нас может на границе строиться и касательная, то есть тангенциальная составляющая. Если вы занимаетесь электричеством, там у нас как раз есть и условия на нормальную составляющую и на тангенциальную. Когда мы смотрим условия непрерывности. Ну вот тут мы нормально написали. Значит, оператор ло-класса, я вам не написал оператор ло-класса. Что такое оператор ло-класса? Это... Арсимий, ничего смотришь. Ты скажи, это я все знаю, это в школе учил я, я помню. Кстати, Арифатана. Он называется оператор бельтрами ло-класса. Или оператор бельтрами просто. Или упрощенный оператор ло-класса. Он равен... А если наоборот написать, еще больше впечатлений. Треугольник квадрат возвели и переверну. То есть это равно d2x плюс d2y плюс d2z. Понятно, да? Вот у нас же второй порядок. Вот все вот это вот работает. У нас еще оператор бельтрами ло-класса для Минковского. Как называется? Если оператор в Минковского, то он превращается в Жанетинович. Там это принадлежит... Это принадлежит E3. Соответственно, тогда три стороны. А если он принадлежит M4, значит у него сразу четыре стороны. Это называется оператор кого? Доломберго. Или по-русски все операторы армяне. Лабиранджиан, Доломбертиан. Понятно? Понятно? Ну и с неймановской задачей немного сложнее. Потому что тут, если там просто у нас некая функция на границе, то тут у нас градиент функции. Изменения функции на границе. А изменения функции физику могут иметь разные. Поэтому и трактуются они по-разному. Ну, проще всего это поток. Или у нас, когда уравнение Фоккера-Планка, это как называется? Как вы? Ну? Рассказывайте. Это называется поток вероятности. Все, ясно. То есть вероятность у нас перетекает через границу. И поток вероятности. Ну и вот для уравнения Максвелла. Значит, уравнение Максвелла со всякими штучками вы должны знать главное. У нас есть, ну пишет Е и H, Е и Б на самом деле у нас есть. Е – это напряженность электрического поля. Максвелла. Б – это… Магнитное поле. Магнитное поле. Фу. Дисплейсмент вектор. По-русски так. Неважно. Ладно. В общем, Б – это у нас и H – это магнитное поле. Но все, что связано с Е, у нас называют магнитной штучкой, а с H и B называется электрическим штучкой. То есть, вот видите, если у нас Е задано, то мы говорим о магнитных краевых условиях, а если H и B задано, то говорим о электрических краевых условиях. Это чтобы побольше. Напряженность и индукция. Индукция. Правильно. Значит, В – это вектор… Правильно, это индукция называется по-русски. Значит, В – это вектор индукции, он является напряженностью магнитного поля, H – это напряженность магнитного поля, она физически является индукцией магнитного поля. Таня, ты этим не будешь заниматься. Нет, нет. Я просто вспоминаю первую. Регистратурой. Да. Изведи. Изведи. Да. И мы сегодня очень кратенько. Что у нас такое? У нас, мы со следующего раза начнем решать простые задачки. У нас в следующий раз последний, надеюсь, в этой году. Но мы не будем встречаться 26-го. Или, если хотите, встретимся. Давайте на следующий раз. Да. Ну, у нас на 26-й Васильев поставился. Он хочет сделать на большом семинаре. То есть, на 26-й у нас будет большой семинар. Васильев хочет что-то рассказать. Мы его заслушаем 26-го. Значит, и такая ситуация у нас сложилась, что когда мы работаем с методом конечных элементов, то он первоначально строился для так называемой слабой формулировки задачи. И когда вы решаете с помощью методом конечных элементов, вы должны вручную перевести с задачи в слабую формулировку. есть, конечно, программы, которые сами это делают, чтобы не напрягать людей. Вот, например, в начале мы фрифемом поработаем немножко. Это задачка. Фрифем простой решал в сильной формулировке задачу. Фрифем плюс решал в сильной и слабой. А современный фрифем плюс плюс решает только в слабой. То есть, чем больше плюсов, тем слабее задача. Итак, вот это у нас, собственно, вот она задачка у нас. Как вы видите, дивергенция. Как вы видите, тут у нас какой-то член. Ну, в общем, вот такого типа задачка. Какие у нас на известные функции накладываются ограничения. У нас ограничения следующие. Q, F, P – это известные функции. Видно, что Q и F достаточно, чтобы были C0. P у нас C1 должно быть. И скромная функция U должна быть C2. Согласны, да? То есть, два дедифференцируема. Но на самом деле достаточно серьезные ограничения. И вот мы эти ограничения хотим снизить. И ограниченные условия на функцию U. И делаем хитрый фильтр. Домножаем на некоторую функцию D. И интегрируем. Ну, промежуток 0.1 взяли это для простоты промежуток. Интегрируем. Ну, тут мы просто, видите, записываем для одномерной задачи, а также для двумерной и для трехмерной. Интегрируем по частям. По частям интегрировать – это очень просто. Вот это вы учили. У нас интеграл по области превращается в интеграл по границе. Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя. И вот смотри, вот просеять твои глаза как в бездну. Пустота такая. Значит, и дальше просто по частям интегрируем. Вот это у нас граница, вы видите. Интеграл по границе. И у нас теперь нужно задать граничные условия на функцию B. Ну, и пусть будет так дальше, как на U. И вот результирующая система. То есть, на самом деле, то, что вот у нас была первая задача, мы ее должны будем превратить в задачу вот такого вида. И потом решать. Как видите, у нас сразу упростились ограничения на все функции. То есть, у нас уже и P на C0 упало, да? V и U уже не C2, а C1 достаточно. И на U вообще никаких ограничений нет. То есть, граничные условия переехали на V. Чем хороша эта задача? Она хороша тем, что у нас в результате искомые функции вообще могут быть не гладкие и не дифференцируемые, а кусочно гладкие и кусочно дифференцируемые. То есть, тут мы можем какие-то ломанные взять. Ломаная же у нас не является, скажем, дифференцированной функцией. Согласна. Ну, потому что у нас, когда вот точка стыка, там производная терпит разрыв перворода. Производная – это касательная. Попробуйте касательную к точке сделать. Она будет крутиться. Разрыв перворода. Но вот в данной задаче можно использовать. Почему это именно в таком виде решается? Потому что, значит, мы будем решать задачки и потом постепенно с решением пытаться понять, как вообще эта система работает конечных элементов и, собственно, понять ее. Но вместе с решением задач. Так вот, там идея следующая. Мы разбиваем. У нас система состоит из трех частей. Это предпроцессор, резолвер или по-русски решатель. И постпроцессор. Предпроцессор делает сеточку. На нее накладывает функцию, с помощью которой мы будем решать. Потом решатель, собственно, все решает. И постпроцессор у нас геевит результаты, графики рисует. Красивые картинки разноцветные и так далее. Но обычно в хороших системах это связано в один интерфейс. То есть вы из одного интерфейса все это вызываете. На самом деле это разные программы. Проблема с этим методом. Почему он раньше не очень употреблялся. Сетки не умели делать хорошие, чтобы решать все. Сейчас сеточку вроде научились делать. Так вот, делает он сеточку из треугольничков. И на нее накладывает функцию. Есть несколько стандартных функций. Ну, например, функции типа пилы. Вот такая вот. Она кусочно гладкая, но кусочно дифференцируемая. Мы можем и более извращенные функции накладывать. То есть это функции. Почему они такие выбираются? На них проще считать. И для сильной формулировки задачи они не подойдут. То есть не будет работать задача с этим методом в сильной формулировке. Потому что там нужно дважды дифференцируемую функцию. А мы пилу сделали, которая у нас по большому счету только C0. Она уже не C1. Значит, вот это у нас первое, почему это делается. Ну и с этим связана основная проблема. То, что вот решение, которое мы находим в слабой формулировке, не обязательно соответствует исходной задаче. То есть оно может быть совершенно никаким образом не похоже на нее. Ну, это значит, что или что-то по-другому делать, или решать другим методом. Метод конечных элементов хорош тем, что он проработан для многих задач. Не для всех. Не во всех задачах он хорошо работает. Но вот для части задача он проработан. Поэтому вот мы пройдем все по ним. Значит, у нас основные задачи, которые мы хотели посмотреть. Ну, это вот метод рассмотреть. Потом задачи для нашего любимого Вокера и Планка. Правильно? Как его решать? Он решается не всегда методом конечных элементов. Мы посмотрим специальные методы для него. Это уже в следующем семестре все будет. И методы для уравнения Макс-Валатта. Это тоже мы хотим узнать, как решать. Все. В следующий раз, я думаю, можно будет использовать даже стоящие тут компьютеры, чтобы решать задачу и поставить этот канал. Ну, возьмем какую-нибудь простейшую задачу. Что такое простейшая задача? Это лапласиан, эллиптическое уравнение, двумерное эллиптическое уравнение. Быстро решим. Посмотрим, про какие вещи мы с этим думали. И все. Большое спасибо, Мегран Моисович.